Уже готовы сразу два архитектурных решения. Намекнули, что возможно к выбору варианта привлекут общественность. Предполагается, что инвестором выступит компания «Новопорт», которая специализируется на развитии воздушных гаваней. Новый красивый автовокзальный комплекс с разделенными потоками пассажиров на внутренних и международных линиях. Старый корпус у нас будет использован, планируется использоваться для международных вылетов. И рядом с ним будет построен, образно, планируется еще один комплекс более 8 тысяч квадратных метров. Большой просторный, со всей современной технологией. Кстати, сегодня воздушная гавань пропускает около 500 тысяч человек в год. После того, как площади расширят, цифра увеличится незначительно, максимум на 10%. По словам руководства аэропорта, важнее другое – привести воздушную гавань, которую строили в 60-х годах прошлого века, к современным стандартам комфорта и безопасности. Двори, если рядом идут, мы их уже не можем разместить после досмотра. 300 человек в комфортных условиях, имея там 400 квадратных метров площади. Напомним, что о расширении площади аэропорта заговорили почти пять лет назад. Еще в мае 2014-го обещали начать строительство дополнительных помещений для улетающих, а до конца 2016-го запустить международный терминал. Тогда стройку даже не начали. Теперь, обещают, все будет иначе. Весной определяться с бюджетом, затем детальное проектирование, а завершить работы хотят примерно к 2025 году. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok